Ага. Настройка Органа. Миссия, с которой мало кто справится. Северный оазис из высоты птичьего полета. Путешествие по Антарктиде. Раз, два, четыре. Ого! Живописная экотропа в Мурманске. Делимся координатами для утренней прогулки. Доброе утро, дорогие друзья! Время открывает свои чудесные глазки, принимать освежающий душ, выбирать самую красивую одежду, вкусно завтракать и идти навстречу миру. И его возможностям. Тема выпуска «Дух севера». В чем сила мурманчан? Узнаем прямо сейчас. В чем сила северных людей? Не знаю. Здесь холодно, мы привыкли поживать. Сила мурманчан в том, что у нас, у наших северных людей, позитивное отношение ко всему. Почему? Потому что в такой... Ну, благо сегодня осень нас радует, да? Ну, в общем и целом, как правильно говорить, у нас очень холодно. Да. И как нам еще согревать наши теплые сердца, как нехорошим настроем и позитивным духом? Мороза устойчивости. Да? Ну, они такие более... Ну, более закаленный. Северный характер у нас у всех. Да? Да. А что значит северный характер? Ну, такие выносливые, стойкие, не боятся ничего. Доброте. А почему доброте? А северные люди очень добрые. Я вообще-то не северянка коренная, но живу здесь очень давно. И ты уже добрая? Ну, наверное. На календаре 28 сентября, вторник, в эфире «Наше утро» и я, ее ведущая, Юлия Константинова. Орган еще не настроен. Так вот в чем дело. Орган не настроен, а я-то думала, я плохо играю. Настройка органа – миссия, с которой справится не каждый. Этот огромный и сложный инструмент требует особого подхода, а порой и нескольких пар рук. Вот и областная филармония прибегла к помощи мастера из Петрозаводска. Вместе с мурманским коллегой Тимофеем Перминовым они готовят орган к новому сезону. Для того, чтобы настроить этот регистр, практикуется такой способ. Затыкаются трубы, которые нам в данный момент мешают, например, вот эти все три. Настраиваются первая, потом вторая, потом третья, потом четвертая. Для этого используется специальный глушитель, например, вот такие кисточки. Мы просто затыкаем трубку, можно вторую заткнуть, и они не будут звучать в этот момент. Спокойно настраиваем, например, первую, потом вторую, потом третью. Ну, я очень долго мечтал об этой профессии. Впервые я орган услышал в институте, еще на первом курсе. Был концерт лекторий, на который пригласили весь институт. Ну, там получили, конечно, группы ходили. Вот я впервые услышал орган, вот что называется, вживую, потому что до этого только я слышал на пластинках, где-то по телевизору. И мне посчастливилось, органистка разрешила заглянуть внутрь, вот в это вот царство внутреннее. Я когда вот это все увидел, я просто понял, что вот этим я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Внутрь органа можно зайти и даже пролезть по маленькой лестнице по его этажам. Места очень мало, и оценить масштаб конструкции по видео сложно. Две тысячи труб размещены по разным сторонам, но и это далеко не предел. Для сравнения, самый большой орган в мире насчитывает 33 112 труб. Поработать с таким, наверное, мечта каждого настройщика. Кстати, эта профессия одна из самых редких в мире. Перед тем, как я все-таки в эту профессию перешел, прошло около 17 лет. Дело в том, что попасть в нее было очень сложно, потому что органов очень мало. Учить никто не хотел, потому что конкуренция, потому что мастеров не так много, и каждый очень держится за свое рабочее место. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот и Сергей, в конце концов, нашел возможность исполнить студенческую мечту. Все фабрики, которые строят органы, как правило, производят обучение специалиста, который будет потом обслуживать этот орган. То есть вот наш орган, который у нас, я стажировался на этой фабрике. Орган – очень капризный инструмент. Стабильность и качество его работы зависят во многом от окружающей среды, температуры воздуха и влажности. При изменении одного градуса, что такое один градус? Человек может даже не заметить изменение в один градус. Орган уже может поменять свою высоту до 0,7 Гц. То есть чуть ли не одну секунду, колебание в секунду может уже разница быть между одним градусом. Главная задача настройщика органа – добиться устойчивого красивого тона без посторонних вибраций. Работа Сергея в Мурманской филармонии заняла три дня. И очень скоро он отправится домой в Петрозаводск. А северяне смогут насладиться чудесной органной музыкой. Диана Бабаева, Борис Савельев, ТВ21+. Сегодня, 28 сентября, на Кольском полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный – 5-10 метров в секунду. На северо-западе области в порывах до 15 метров в секунду. В Кандалакше – плюс 9 градусов, в Апатитах и Кировске – плюс 11, плюс 13. В Никеле и Заполярном – 13 градусов выше нуля. До 14 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске – плюс 12, плюс 14, без осадков. Хорошего вам дня! По-настоящему счастливый человек, доволен всеми сферами своей жизни. Наша сегодняшняя героиня, Ольга Тетерина, заряжает окружающих своей энергетикой. На данный момент она находится в отпуске по уходу за ребенком, но о работе не забывает. Ольга – программист и трудится на Кольской ГМК. Смотрите новую серию проекта «Молодежь НН». Коренная манчегорка – так Ольга Тетерина себя называет. Здесь, в городе Металургов, она родилась, выросла, обрела семью и любимое дело. Я еще в школе занималась программированием, отдельно на курсы ходила. Компьютера дома не было, поэтому для меня компьютер вообще штука загадочная была. И я только, собственно, ознакомилась с ним на урок информатики и каких-то дополнительных. Я, там, скоропечать, например, ну, с любая печать я ходила. Потом меня пригласили на курсы программирования. Я пошла на курсы программирования, была в таком диком восторге. В общем, я из отличниц, поэтому толком не знала, куда хочу пойти учиться. То есть в единственном классе я села такая и не знаю. Потому что мне очень нравится много различных профессий. Я выбирала скорее из возможностей своей семьи, из своих возможностей. Увлечение программированием взяло свое, и Ольга отучилась в кольском филиале ПетрГУ по специальности информатика, прикладная математика и информационные системы. А по второму диплому она переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Я училась в Апатитах, и в какой-то момент я думала, что я свяжу свою жизнь с городом Апатиты. Мне очень нравилось это молодежное движение, которое в городе очень много молодых, очень много ярких людей, много разных социальных программ, назовем так, потому что там было много направлений по интересам. То есть можно, у них очень серьезный молодежный центр, который охватывает много разных интересных сфер. Поэтому я очень долго сидела, ну то есть дала пару резюме, и очень боялась, что я не пойду по специальности, а для меня это было очень важно. Я очень хотела работать по специальности. Я настолько хотела работать по специальности, что поехала за Полярный пробовать себя в этой профессии. И потихоньку, в течение этого года я поменяла несколько работ, и потом вернулась в Мачкорск. И теперь живу здесь уже с 2011 года и работаю с 2011 года. То есть с 2011 по 2012 я живу в Полярный. Специалист владеет различными языками программирования. В Кольской ГМК она занимается направлением 1С. Само состояние, когда ты можешь создать что-то, что будет работать без тебя, и оно что-то решает какие-то задачи, то есть ты видишь прям выходной продукт, а если с этим работают люди, и ты видишь, что это им как-то помогает, мне это очень нравится. Я от этого восторгенно смотрела. Своим примером наша героиня опровергает все стереотипы о программистах. Она общительный и разносторонний человек и старается наполнять свою жизнь знакомствами, событиями и новым опытом. Об этом мы расскажем далее. Знаете, я с детства люблю природу, но по-настоящему раскрыла эту любовь только сейчас. Прогулка по лесу, купание в озере или любое соприкосновение с ней является для меня увлечением. Точно таким же, как, например, для кого-то вышивание, рисование или гимнастика. В Мурманске в очередной раз собрались юные гимнастки со всей России. Более 500 участниц из 23 регионов страны встретились в Заполярье на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Новое поколение». По словам судей, у северянок есть все шансы покорить пьестал больших состязаний. Соревнования прошли, так что пожелаем девчатам, чтобы итоги оправдали их ожидания, а мечты о большом спорте стали реальностью. И на этой прекрасной ноте предлагаю посмотреть, что нас ожидает далее. Опровергаем стереотипы о программистах. История Ольги Тетериной. Создание тортов как искусство. Как Лилия Тарзимина стала кондитером. Прекрасный вид, необычная скамейка и идея для осенней фотосессии. Гуляем по сопке Горелой. Проникнуться духом севера помогают прогулки по нашему краю. И прямо сейчас я предлагаю вам отправиться по экотропе, которая недавно появилась в Бурманске. Дим, посмотри, какая красота. Вот сейчас бы просто взять и там оказаться по мгновению. Так невозможно. Хотя... Давай попробуем. Давай. Все получится. Я кое-что умею. Знаешь, что? Я тебе покажу. Давай. Все? Готово? Да, что ты прыгаешь? Раз. Раз, два, четыре. Ого. Красота. Какая красота. Неожиданно. Экипка у тебя не сняла. Надо же, Дима. Мы прямо тут теперь и оказались. Ого. То самое место с фотографией. Да прямо удивительно вообще. Это точно так же красиво, как и на фотографии на твоего. Ну, знаешь, чем мы займемся? О, чем? Мы сейчас поищем мурманчан. Мы знаем, нравится им эта тропа или нет. Ну, давай искать скорее. Я-то глупого своего не взял. А так, думаю, глазами найдем туда. Экологическая тропа в Мурманске расположилась на одной из самых высоких точек города – на сопке Горелой. С ее вершины видно побережье Кольского залива – от Полы до Полярного. Местным этот маршрут давно знаком. Но с недавних пор его обустроили, и гулять здесь стало намного интересней. Сэр, скажите, пожалуйста, давно ли вы ходите по этой замечательной тропе? Десять лет. Десять лет? Да. Рядом живете здесь? На Урликово. А вы что? А как давно это стало таким достопримечательностью и экотропой вообще? Этропой – это она… я не знаю точно, но дорога – это испокон веков, наверное. Здесь раньше наверху воинская часть была, а вот мы с собаками ходили, а теперь уже народ начал ходить много на это. А нас с собачников тут много ходить. Ну да. А сейчас народ пойдет. А на скамеечке сидели на замечательном? А на скамеечке нам некогда сидеть, а старый человек, мне надо гулять да гулять. По пути к вершине этой сопки можно встретить вот такие столбы. Как ты думаешь, зачем они тут находятся? Ну, эти столбячки, столбцы нам напоминают о том, что мы идем правильной дорогой, присесть, пожалуйста, чтобы мы не запотерялись и не потерялись, запотерялись. А ты знаешь, что здесь ничего даже нарисовать у тебя не получится, даже если очень захочешь что-то написать неприличное? А нацарапать? Ты не думала? Ну, не подсказывай вандалам. Забыли. На самом деле, кроме прогулок со своей любимой собакой, собиранием грибов или изучением... Тропинок этих лесных, полиолосных, да. Или местной флоры, тут есть чем заняться. Например, устроить красивую осеннюю фотосессию. Чем вы тут занимаетесь на этой экотропе? Я гуляю. Я потеряла своего спутника, он куда-то убежал, поэтому буду его искать. А, ничего себе. А как часто вы сюда приходите? Ну, я живу в Петербурге, поэтому здесь я просто гуляю. Вы теряете спутника вот так по дороге куда-то. Он так быстро ходит, что иногда это случается. Мы его, честно, не встречали пока что. Ну, вы можете нам его описать, мы, если что, взвекнем. Я думаю, что я его найду сама. А из Питера-то как приехали? Не вам эмоции от Момонского вообще. Замечательно. Все прекрасно. Здесь очень красивая природа. Очень интересный, брутальный город. На самом деле не все столбы просто декоративные. Вот это, например, нам расскажет побольше о растениях Кольского полуострова. Ну, познавать мне столбец-то такой. Ну, почитай, посмотри, постой. Гора Горелая действительно может похвастаться биоразнообразием. Краснокнижными растениями, соседством скал, тундры, лесов и болот. Так что прогуливаясь здесь, вы можете расширить свой кругозор и познакомиться с природой Заполярье. Ну что ж, мы сейчас сидим на очень удивительной фантастической скамейке. Она состоит из четырех частей. Да, вот такая, снизу под нами, сбоку под нами две, над нами две, и вот над нами одна. Ты очень здорово объяснил, Дима. А еще она, смотри, какого необычного черного цвета, как будто ее обожгли. Обожгли? Да. Протяженность маршрута около двух километров. Подъем легкий, поэтому его впору осилит любому путнику. А если взять с собой питомца, компанию друзей и угощения, то можно провести отличный однодневный поход и устроить пикник с видом на Кольский залив. Что, Дима, хорошего понемножку? Ох, нагулялись, вдоволь в славу. Да, погуляли и хватит. Что, обратно? На студию? Вперед из песни. Давай. Сегодня день рождения отмечает Федор Емельяненко, российский спортсмен, которого считают лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств. Поздравление принимает российская синхронистка и трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр Мария Киселева, которую многие зрители помнят как ведущую шоу «Слабое звено». А еще в этот день, 35 лет назад, был образован клуб авторской песни «Пять углов», которому в 2005 году было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Друзья, как проходит ваше пробуждение? Готовы покорять этот мир? Ну или хотя бы свои рабочие дела? К примеру, Арктический институт всегда готов к покорению, особенно самых удаленных и суровых мест нашей планеты. Антарктида по праву считается самой большой пустыней, и если вы никогда не видели ее с высоты птичьего полета, то будете приятно удивлены не только ее размерами, но и тем, что здесь есть оазисы. Холмы Бангера – один из крупнейших и красивейших оазисов Антарктиды, площадью 450 квадратных километров. Сам оазис свободен ото льда, но окружен ледниками. С юго-востока он ограничен крутыми склонами материковых льдов, с юга и запада – выводными ледниками, на севере – шельфовым ледником Шелклтона, отделяющим его от открытого моря. Прекрасная зеленая наша планета Земля. Да что бы мы без нее делали? Ничего. Нас бы просто-напросто бы не было. Ну а пока мы есть, я предлагаю вам посмотреть заключительную часть программы. Из домашней студии тортов – целое кондитерское ателье. В новом выпуске проекта – «Северное наше». Расскажем о мурманчанке, которая любит и умеет печь безумно вкусные торты. Программист, коллекционер минералов и экоактивист – Ольга Тетерина в проекте «Молодежь НН». Работа на Кольской ГМК не ограничивается только производством. У сотрудников есть возможность проявить себя в творчестве, в КВН, в волонтерстве и даже в парусном спорте. Об этом подробнее расскажет наша героиня Ольга Тетерина. Программа волонтерства «Комбинат добра» объединяет сотрудников Кольской ГМК, готовых творить добрые дела, вместе с компанией менять жизнь к лучшему. Благодаря этому развивается корпоративная культура, общие ценности, командный дух и общение с коллегами из разных цехов и подразделений. Лет пять я волонтер комбината «Добра». У меня были опять же свои команды, понеслось в том же. И тоже много проектов за плечами. Но основная боль моя, основная моя тема волонтерства, которое меня интересует – это экология. И я стараюсь уделять этому больше времени. Мечта Ольги Тетериной – организовать в Манчегорске раздельный сбор отходов. А пока она осуществляет его в масштабах собственной квартиры. Своим опытом девушка делится на лекциях и квестах, которые волонтеры устраивают для жителей города. К слову, любовь к северной природе у нее с детства. Даже есть собственная коллекция минералов. Основная часть коллекции появилась, когда мой отец работал на камнерезке. И я приезжала к нему на работу. И его друг, он мне рассказывал, как обрабатывать камень. Показывал различные минералы. То есть я сама себе сделала кулончик, 13 лет, по-моему, из понравившейся обрезка камня. И мне разрешали брать небольшие камни. Я потом дома узнавала про них, откуда они, что они. Еще одна страсть нашей героини – интеллектуальные игры. Ее команда участвует в квизах и киношотах, часто берет призовые места. Также она занимается бальными танцами. А недавно подала заявку в Мончегорский яхт-клуб. И все благодаря парусному лагерю «Имандра», организованному для сотрудников комбината. Поэтому я с удовольствием согласилась. И была в огромном восторге от того, чему нас научили, как это все проходило, как это работает внутри, работа в команде. И я очень воодушевлена была после соревнований. У нас было много интересных моментов. В парусной лагере волонтерские акции помогают Ольге оставаться на одной волне с коллегами. Несмотря на то, что сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком, так подрастающая дочка видит счастливую маму, жизнь которой наполнена благородными целями и идеями. Я стала мамой моей дочери за 9 месяцев в данный момент, почти 10. Она у меня умница-красавица, пытается ходить, пытается разговаривать. Вот, это большой ответственный шаг для меня, который, на самом деле, я очень боялась, потому что хотела понимать, что я готова принести ребенка в этот мир, чего-то дать ему. Желаем благополучия Ольге и ее семье. Леанна Мехитарян, ТВ21+. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 28 сентября, 72 рубля 66 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рубля 51 копейки. В эфире ТВ21+, проект «Северное наше». И сегодня мы расскажем о вкусном бизнесе в Заполярье – ателье тортов. Создание тортов – это своего рода искусство. Выдерживать температуру и соблюдать пропорции, чтобы приготовить идеальный пышный бисквит и тающий во рту крем, этому нужно учиться. Однако мурманчанка Лилия Тарзимина обладает врожденным талантом. Девушка рассказывает, что путь кондитера дался ей легко. Если что-то не получалось с первого раза, на второй выходило почти идеально. Я не убивалась по этому поводу. У меня муж военный, там куча пайка. Я не получилась, выкинула. Это, кстати, подспорье было. Очень мощное, что у меня было продуктов очень много. Лилия начала печь торты, будучи в декрете. Сначала просто баловала дочек и мужа, затем заказы стали поступать от подруг. По сарафанному радио молва о вкусных десертах разлетелась. Через несколько лет дом мурманчанки превратился в кондитерский цех. Работа стала мешать семейной жизни и наоборот. И девушка решилась открыть кондитерскую мастерскую. Тут уже все, я отключаюсь, я творю. Семья вздохнула, когда вы все-таки открыли? Да, да, да. У меня муж был просто безмерно рад. Он был двумя руками за то, чтобы я съехала с квартиры, так сказать. Вот. Забрала все свои холодильники, всю аппаратуру. Затем у Лилии появились помощницы. В команде справляться со всеми заказами, конечно, стало проще. Но чтобы достичь этой слаженной работы, сначала пришлось потрудиться. Когда уже перешла сюда, сложности появились с технологичками. То есть тут не только я бегла по этим рецептам, уже и персонал, и им нужно было эти технологички расписывать. До какой консистенции надо довести, например, крем, либо какую-то заварную основу. Кропотливая работа не прошла даром. Помощницы работают почти наравне с Лилией. Готовят и пирожные, и торты, и рулеты. Это муссовые пирожные, приготовленные на основе шоколада и мусса, сливок. И покрываем сейчас вот этой галузурью из шоколада желатиновой массы. И посыпаем по кофе витрушкой. Лилия старается брать сложные заказы с декором, особенно там, где нужно что-то лепить из сахарной пасты. Многоярусные или 3D торты. Первый ярус, ну, большой торт. Мы ось ставим, осевые, не осевые, ставим палочки. Это как свай. И сверху второй ярус. Вот, то есть, самое главное, если учтешь вот эти все нюансы, то ничего сложного. То есть, кондитер еще и архитектор. Да, да. Это точно, это точно. Да, да, да. Если голову не включать, то торт просто улетит при перевозке. С начинками рассказывает Лилия проще. Карамель, шоколад, орехи, фруктовые и ягодные конфитюры. Но бывает, клиент захочет и чего-то эдакого. Например, халву в торте. Такой заказ поступил. Вот очень девушка любит халву. Можете как-то использовать его в торте? Ну, и сделала такой крем. Сделала пасту из халвы. Объединила с кремом. И, ну, я не пробовала, но клиенты были очень довольны. Лилия открыла свою кондитерскую в самый разгар пандемии. Выходить на более серьезный и официальный уровень было страшно, рассказывает девушка. Но поддержка семьи дала сил, помогли и государственные институты. Центр поддержки предпринимателей выделил мне деньги на продвижение нашей компании. А Центр кластерного развития на данный момент помогает нам с сертификацией. После получения сертификата Лилия сможет расширить бизнес, принимать официальные корпоративные заказы, участвовать в тендерах. Ну и в целом получит доказательства качества своей продукции. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ21+. Что ж, наш северный дух мы укрепляем как можем, всем невзгодам, противостоим спокойствием и улыбкой. Как говорится, все проходит и это тоже пройдет. Удачи вам, друзья, и увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова